17 января 2016 года это будет клип о Польше, о польской интриге, которая возникла в европейской политике и будет развиваться. Я выбрал экстерьер, пейзаж для этого клипа. Вот такой это мост, построенный советскими солдатами в 45-м году, поскольку мосты были взорваны через Дунай. И таких мостов в Европе несколько, в Австрии и Венгрии я видел своими глазами. И важно не забывать, что мосты в Европе строились после победы нашей Великой Красной Армии, и Великой Отечественной войне. Это такое предисловие, еще вот панорама Братиславы, чтобы это не было совсем скучно. Здесь вы увидите, кто разбирается, конечно, даже без большого труда, много символов таинственной масонской организации. Самый крупный, там это Новый мост. Вот масонская символика не этот, а следующий. Наши солдаты о масонах ничего не знали. В чистом виде. Ну а теперь о Польше, друзья. Значит, Польша вообще страна удивительная в том смысле, что это страна и народ, который не любит всех соседей сразу. И надо заметить, что соседи отвечают Польше полной взаимностью. И это довольно логично. Не любят всех сразу, соседей у Польши не очень мало. Вот. Не любят всех по-разному. И вот прогнозируя будущее польской карты в европейской политике, мы должны начать именно с этого. Недавно я выступал в ток-шоу на одном из российских телеканалов, и там был такой яркий представитель польского народа, молодое дарование, который хорошо говорил по-русски. И когда он начал говорить заученную фразу, ему кто-то там написал, подсказал, что вот вы истерикой занимаетесь насчет беженцев, дело было месяца полтора назад. Вот. Я ему сказал, что истерика будет у Польши, когда она по своей традиции нападет на Россию и на Германию одновременно. и вот тогда у Польши будет настоящая истерика. Но делить Польшу никто не будет, потому что она никому не нужна. Вот. Это, к сожалению, было вырезано из каких-то высоких соображений, из конечной версии, но для истории мы сейчас ее озвучим вот в рамках этого клипа. Значит, что мы знаем сейчас о Польше на уровне бесспорной информации, с которой никто не будет просто пытаться ее оспаривать? Это то, что это абсолютно подконтрольная Америки территория, страна, народ, правительство. Подконтрольная страшно давно, друзья, страшно давно, со времен Савидарности, то есть это уже там 40 лет, американцы вот эту Польшу взяли в такие тесные объятия, вот, и занимались с ней самыми разными формами общения в таких особенных, я не скажу, изощренных формах, но это были и есть очень особенные формы, что эта страна под американским контролем. Вот это вторая важная информация. Значит, у поляков есть тенденция, традиция конфликтовать со всеми соседями, иногда с двумя мощнейшими сразу, и второе, что на данный момент Польша под контролем США давно. Этот контроль никак не изменится. Никто вот эту большую, по-своему богатую страну, кстати, и стратегически крайне важную, ее ведь никто не выпустит из цепких американских лап. А теперь чего добивается новое правительство Польши, заявляя, не просто заявляя, принимая шаги к независимости, к орбанизации. Арбан, Виктор Орбан, это премьер-министр Венгрии, о котором стоит говорить долгое дело. Вот примерно такая точка зрения. Польшу используют сейчас или как молоток, или как небольшую кувалду американские партнеры, заокеанские партнеры, у которых один писатель придумал замечательную аббревиатуру ЗОПА. Так вот, ЗОПА используют Польшу для нескольких целей. Цель номер один. Давить на Россию. Здесь, понятно, угрозы. Возместить там войска, помочь прибалтам, если их обидят, помочь Украине, из чего ничего не вышло. Украина к Польше поворачивается сейчас как такой... Похоже, что за Украину поляки будут платить первыми из европейских стран, платить очень много, но они этого еще не понимают. Это традиционно, собственно, вот это антирусское начало в польской политике, оно ему тысячи лет, и здесь все понятно. Но есть второй аспект. Польшу используют как инструмент давления на Евросоюз и конкретно на Германию, друзья, поскольку без Германии нет Евросоюза. Без Польши вот он был, и, кстати, намного симпатичнее, чем после появления Польши в числе прочих молодых демократов, вот, демократических государств. А вот без Германии Евросоюз никак не получится. И Польша занимается тем, что декларирует некую возможность на Германии, в общем, гипотетический скупок, того, что она станет лидером сопротивления диктату Евросоюза, речь идет в основном о беженцах, и объединить свои силы с Венгрией. Вот все это пока нужно рассматривать как ритуальные игры, как пляски, вот как инструмент давления. Я буду цитировать свою статью, что хорошего и полезного в этом есть только одно, что сама тема возможности возникновения нового геополитического блока на территории бывших стран Варшавского договора, она сама по себе есть инструмент, полезный давлением, она меняет ландшафт. Но пока вот Арбан встретился с Кочинским, таинственно на юге Польши, и появилось сразу же много рассуждений, что это будет Восточноевропейский Союз, что это будет речь посполиита новая, вот, что Польша будет лидером. Все это пока ритуальные рассуждения, вот, риторические, я бы сказал. А вот что реально из этого может быть? Может быть, движение Польши в традиционной для нее исторической парадигме, то есть превращение из такого латентного вассала, такого недействующего, да, каким Польша является сейчас, да, это вассал США, но он подчиняется еще многим-многим. Польшу могут активировать вот как мотор некоего давления на Евросоюз. Это одна из версий, и эту версию следует рассматривать никак по-другому, пока я не вижу смысл вот этого нового польского курса, когда поляки в очередной раз восстали. Есть такое высказывание времен моего детства, когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. Так вот, поляки восстают постоянно, им это свойственно, и вот сейчас их творческая энергия нелюбви ко всем соседям сразу может быть сконцентрирована на давление на Евросоюз с целью сделать Евросоюз более послушным. Пока это выглядит как такая новая угроза, которую мы будем дальше изучать. Субтитры создавал DimaTorzok